Привет, друзья! Родители вас у себя на канале о здоровье, тренировках и жизни. Сегодня я хочу рассказать вам, как накачать бицепс за один месяц. Я провел такой эксперимент. Целый месяц я качал свой бицепс каждый день. Я расскажу о методике, как именно я это делал, какими я делал эти упражнения. И скажу вам сразу результат. Результат это плюс один сантиметр в объеме бицепса. Я не качал целый месяц рицепса, только бицепс. Если ты хочешь повторить мой результат за один месяц, так быстро увеличить свои руки, то осмотри это видео до конца. Убедись, что ты подписан на канал, поставил лайк или дизлайк этому видео. А мы продолжаем. Итак, немного про дисторий, да, о моей комплексе, чтобы ты понимал, как это может сработать на тебе. Всю жизнь у меня были довольно тонкие руки, примерно там 36 сантиметров в объеме. Это было, наверное, максимум обычно. То есть у меня очень плохо всегда шел бицепс. Но в то же время довольно хорошо всегда шел трицепс. Я высокий, у меня 185 сантиметров роста, но размах моих рук 190 сантиметров. То есть у меня очень длинные руки, довольно нестандартно длинные для моего даже роста. Поэтому, конечно же, прокачать длинные руки сложнее. Чем твои руки длиннее, тем сложнее это сделать. Если ты высокий тоже, да, то я, скорее всего, тоже столкнулся с такими проблемами, и твои руки сложно прокачать. То есть они более-менее нормального объема, когда ты в согнутом состоянии, твои руки, но если ты руки выпрямишь, то они довольно тонкие у тебя смотрятся. У тебя тонкие кости, скорее всего, да, тонкое запястье. И просто на фоне таких тонких костей тебе сложно набрать нужный объем рук. С тем же самым столкнулся и я. И более того, еще раньше я повелся на такую рекомендацию, когда советуют не тренировать вообще свои руки. Я не тренировал их годами практически, ну года два я, наверное, вообще их не тренировал абсолютно. В итоге мои руки стали просто хорошо отставать от всего остального тела. И только лишь когда я смог набрать массу общей тела своего, и мои руки смогли тоже вырасти. Но без конкретно тренировок, отдельных тренировок бицепса, бицепс вашу сторону будет выглядеть довольно уныло. Итак, как же натурально тренируя за месяц увеличить бицепс? И реально ли это вообще? Да, друзья, реально, реально это все сделать? Я просто делал следующим образом, следующую методику. Каждый день я тренировал по одному подходу свой бицепс, один подход до отказа разными упражнениями. Я использовал подручные всевозможные средства, чем я только не качал свои руки. Я и качал их в супермаркете, брал просто гантели и делал один подход до отказа, такой убийственный один подход. Я качал свои руки на улице и находил на всяких площадках штанг, я качал штангами руки. Я просто брал, вот дома просто мне приезжает вода в канистрах, да, это где-то 19 литров вода. То есть примерно 19 получается килограмм веса. Я качал вот этой канистрой руки, просто брал в одну руку эту канистру и делал, допустим, свои 6, 8, 10 повторений. Сколько получалось до отказа, да, по-разному было. Но каждый раз все общее было, что я всегда работал до отказа. Было ли это турник, например, когда использовал подтягивания на турнике, я все в этом видео вам покажу, да, обратным хватом на турнике, каждый подход мой был до отказа. То есть какая, какую идею я положил в эту методику. Этот эксперимент мне просто был интересен с точки зрения физиологии, потому что я, у меня есть диплом фитнес-тренера, да, я не обучаю людей в тренажерном зале, я не тренирую никого, да, но мне эта тема очень интересна для себя, так как я сам развиваюсь, это часть моего развития. Мне просто было интересно подтвердить эту методику, работает она или нет. В чем же ее идея? Суть этой идеи в том, что ты качаешь бицепс немного, то есть ты не доводишь каждый день свой бицепс до какого-то изнеможения. Один подход до отказа, один разогревающий, очень легенький подходик, и получается второй у тебя подход до отказа. Все, остановился. То есть это идет небольшая нагрузка, которая не сильно травмирует твои мышечные волокна, не вызывает она глубокого отказа и не слишком стрессово для такой малой мышечной группы, как твой бицепс, да. Это всего лишь двуглавая мышца плеча, и она очень маленькая, и перетренировать ее очень просто. Но в течение 30 дней тренировок она ни разу у меня не попала в перетренируем эту мышцу, потому что тренировка была сделана очень короткой. Один подход до отказа, и все. В этом ее суть. И когда такие маленькие повреждения в мышце, и всего лишь в этот день больше я ничего не тренировал, так как у меня всего две тренировки в неделю, но каждый день тренировался бицепс, да, на улице, там, где я мог, там, я тренировал, то для организма это не сильно большой стресс, всего лишь нужно справиться с небольшими повреждениями в бицепсе. Это небольшая нагрузка, и организм легко с ней справился. За этот месяц у меня ни разу не болел бицепс, ни разу не доводил я его до такой состоянии, что утром я просыпался, и у меня болит бицепс. И тем не менее он вырос за один месяц. То есть боль, ребята, это не показатель того, что у вас растут мышцы. Боль это говорит просто о том, что вы получили травмы, и организм этим занимается. Не факт, что после того, когда было больно мышцы, она у вас вырастет, и ей просто может не хватить ресурсов, и она у вас не вырастет. Для чистоты эксперимента я, и просто у меня сейчас программа так построена, что я вообще не качал трицепс свой никак. Только они у меня работали на тренировке, как сопутствующие мышцы, например, в жиме лежа, например, да, трицепс просто сам по себе у меня работает. Но отдельно я трицепс не качал на протяжении этого времени. У меня, в принципе, более-менее хороший объем трицепса, у меня, в принципе, объем руки за счет трицепса, это и весь создан. То есть бицепс у меня довольно отстающая мышечная группа. Так как же я качал? Какими упражнениями я качал? Сколько подходов я делал? Как это все выглядело? Сколько повторений, точнее, я делал, да? Смотрите, друзья, вот когда я использовал в начале цикла две недели, я использовал многоповторные движения. То есть я еще хотел проверять вторую теорию, как будет работать многоповторка на моих руках. Если сейчас мы говорим именно о бицепсе, вот локально проверить еще, как скажется на бицепсе многоповторка. То есть от 15 и выше повторений. Я хотел проверить, как будет расти на этом повторении бицепс. Как раз так получилось, что на улице штанга была где-то примерно 25 килограмм. Она там одна была, а больше другой никакой не было. В принципе, выбирать не приходилось, но я выбрал именно этот снаряд. Я подходил и делал один легкий подход. Один легкий подход просто где-то разогрел на турнике со своим весом, допустим, легко бицепс. И подходил, делал до отказа штангой на улице примерно 15-25 повторений. В среднем это было 20-25 повторений. Потому что для меня вес 25 килограмм штанги, это, конечно, очень легкий вес. Там 25 или 30 килограмм, не больше было штанга. И так я работал практически 2 недели. Каждый день я приходил на эту площадку и тренировал свой бицепс до отказа. Но в диапазоне 20-25 повторений. То есть это многоповторка, конечно, это длительный подход. Он занимал у меня не менее 40 секунд. То есть где-то 40 секунд стабильно, так 45 секунд где-то в этом диапазоне. И за эти 2 недели мой бицепс уменьшился на 1 сантиметр. За вот этот один, за вот этот период, 2 недели, стал бицепс меньше. И вот это был самый сложный момент этого эксперимента. Когда руки становятся твои меньше, да, на целый сантиметр. Как бы может показаться это немного. Но для эктоморфа, у кого тонкие руки, это как бы заметно довольно. Это было даже видно, я даже почувствовал, что руки стали меньше. И, конечно, тут главное в этом просто ты продолжаешь двигаться дальше. И я, чистота эксперимента я хотел сохранить. Мне просто было интересно, чем уже закончится этот эксперимент. И я продолжил, несмотря на то, что руки стали меньше. Следующие 2 недели я переключился на более тяжелые движения. И это уже было базовое движение. Я переключился на турник. На турнике обратным хватом я подтягивался. Прежде сначала разогреваться. Обязательно нужно на каком-то более низком турнике просто разогреться. И я подходил к турнику, делал свой отказной подход. Это начиналось примерно даже, по-моему, с 7 повторений со своим весом. То есть я раньше так особо не тренировался, не качал так бицепс. Но, начиная с 7 повторений, я дошел где-то до 12-13 повторений за всего пару недель. Там чуть больше, чем 2 недели. И за эти 2 недели, друзья, бицепс мой увеличился на 1 сантиметр. И результат вы видите на этом видосе. Смотрите, конечно же, я показываю свои руки на пампинге. Потому что я без пампинга вам руки не покажу, друзья. Потому что без пампинга видеть руки октоморфа, это зрелище не для слабонервных. Лучше вам этого не видеть, друзья. Поэтому руки, конечно, на пампинге. И смотрите, еще одна деталь. Когда я делал пампинг перед тем, как делать замеры руки, я всегда делал одинаковый пампинг. То есть я продумал еще такой вариант, что вы можете накачать больше крови в мышцу, чем в предыдущий раз, допустим, когда я мерил до начала эксперимента. Поэтому я делал четкое количество повторений, которые я записал заранее. И я сделал это количество повторений. Там 2 подхода это было для пампинга. Нагнать в кровь в мышечную группу. И после этого я делал замеры. То есть чтобы все было честно, чтобы все было нормально. Теперь по поводу питания во время всего этого эксперимента. У меня не было дефицита калорий. У меня не было профицита калорий. Я питался просто для поддержания своего веса примерно в таком диапазоне калорий, которое мне нужно, чтобы я не поправлялся и не худел. Итак, подведем итоги. Многоповторка на мне, например, не сработала. Мне только уменьшило мои руки. Диапазон повторений примерно от 6 до 13 повторений сработал. Забегая наперед уже после этого эксперимента, в зале я уже начал использовать гантель, которую ты держишь в ногах, или, допустим, блины, которые ты вешаешь на себя, чтобы попадать в этот диапазон. То есть можно так же само тренировать, если вам понравилось это упражнение, если вы хотите тоже тренировать его на турнике, свой бицепс. А мне очень понравилось. Для себя в ходе этого эксперимента я оставил на постоянной основе, ну пока, по крайней мере, в своей программе именно это упражнение. Потому что мне очень понравилось, когда у вас локти выведены вперед, перед телом, да, то, допустим, на мне это сработало лучше. Одни факты, что это будет работать так же само на вас, да, хорошо. Ну просто экспериментируйте, попробуйте выводить локти вперед, не только вдоль тела, а, например, поднимать их выше уровня плечей, да, или как при подтягивании к турнику выводить их вообще выше уровня плечей, да. То есть таким образом, меняя углы, вы сильно меняете условия тренировки своего бицепса. Ребята, подумайте об этом. Потому что плечи, например, выключаются или включаются от того, как вы поднимаете локти перед собой. Экспериментируйте с разными углами. Будьте, ребята, постоянно в каком-то творческом поиске, ищите для себя решения. Пробуйте, не зацикливайтесь на одной и той же программе. Экспериментируйте, применяйте на себе какие-то новые подходы. Просто это должно быть интересно. Вы должны испытывать от этого какое-то удовольствие. Это как эксперимент, да, над своим телом. Именно поэтому и мне это интересно. Просто мне интересно, что можно, да, как можно искать всевозможные пути и методики тренировок. Друзья, эта методика, скорее всего, будет работать и на других мышечных группах. На примере вот этих рук вы можете для себя сделать определенные выводы, да, и подчеркнуть эту методику. Когда вы тренируетесь немного, но, допустим, ежедневно или через день, вы доводите, да, свой организм до предела, до отказа, но вы не даете слишком много стресса. Таким образом, вы можете поэкспериментировать, например, там, на грудных, да, или на каких-то мышечных группах, которые, как вам кажется, они у вас отстают. Если, например, вы будете использовать мою методику, да, то, как видите, для этого тренажерный зал вообще не нужен. Я просто после работы заходил на площадку, находил то, что мне нужно, там, снаряд какой-то и делал свои упражнения и шел дальше. Это мне занимало вообще минут пять вся процедура, не больше. То есть это не сложно. И, на самом деле, тяжело находить отмазки, когда ты тренируешься на улице и не надо в тренажерный зал вообще заходить. Поэтому нужна просто какая-то цель и нужно двигаться к ней, да, друзья? Я желаю вам очень хороших результатов, да, впереди еще будут интересные видео у меня на канале. Обязательно подписывайтесь и увидимся в новом видосе. Субтитры сделал DimaTorzok